Меня зовут Вова, да, я большую часть сознательной жизни тружусь в фанкорпе. Сегодня поделюсь с вами одной идейкой, но прежде чем мы начнем говорить про миллиарды, про альтернативные реальности, про революции, хотел рассказать вам одну историю, ну, можно сказать, личного характера. Для нас эта история началась в 2004 году, мы тогда были студентами Пензенского государственного университета. Вот так выглядел кампус, которым мы проводили большую часть наших академических часов. И тогда параллельно с учебой мы решили заняться достаточно нестандартным для 2004 года ремеслом. Мы решили разрабатывать приложение для мобильных телефонов в 2004. Тогда практически никто этим не занимался, не занимались по двум причинам. Во-первых, фрагментация, огромный зоопарк устройств. Вот помните, что тогда собой представляли полки салонов сотовой связи. Огромное количество производителей, размеров экранов, операционных систем. Под каждую практически клетку этого зоопарка нужно было делать отдельную версию приложения. Вот первое количество клеток с каждым месяцем росло, что самое интересное. Это первое. Второе. Рынок сам по себе был тогда небольшой, с достаточно странным разделением прибыли для разработчиков. Тогда десятую часть от конечной стоимости продукта мы получали. Но всего этого мы на старте не знали. Студенты, народ напористый, поэтому впряглись. За первые три года сделали 30 продуктов. Не заработали ничего. Ну, если не считать гастрита до ширака. Но не сильно тогда расстроились, потому что в 2007 году произошло очень важное событие. И для нас, и для индустрии, и для всего мира в целом. Помните, что за событие было? Правильно. Apple представил первую версию своего айфона. Она была не идеальной, в ней было много проблем. Но для всех людей, находящихся в теме, стало понятно, что начинается платформенный сдвиг. К чему этот платформ-шифт привел, мы все с вами знаем. Через пять лет уже в развитых странах у каждого второго был смартфон. Количество времени, цифровое медиапотребление, количество времени, которое мы смотрим, какой-либо цифровой девайс, увеличилось в два раза. И самое важное то, что мобильные приложения стали обыденной частью жизни практически для любого грамотного человека на планете. Если вернуться к нам в 2007, а лучше 2008 год, когда Apple открыла SDK, открыла App Store, то мы, несмотря на доширак, почувствовали себя очень богатыми людьми. У нас, по сути, до команды марш уже были три важных вещи. У нас была команда, структура которой была заточена под мобильную разработку уже. У нас были какие-никакие процессы, опять же, релевантные мобайл-деву. И самое важное, за те три года мы сформировали нативное мобайл-мышление. Мы знали, как делать мобайл-ферст-продукты, а не просто адаптировать десктопные интерфейсы под маленький экран. Во многом, благодаря наличию у нас этих трех вещей, мы достаточно быстро вышли на наш флагманский продукт, смогли сделать его лучшим из первых и откусить не только добрую часть отечественного рынка, но и хороший кусочек рынка американского. А потом вокруг этого уже построить солидную компанию. Теслу купили. Единственная ли это такая история, отнюдь нет, даже если из нашего же сектора взять другие компании развлекательного сектора, разработчиков Clash & Clans, Cut the Rope, Angry Birds, и спросить, что вы, ребята, делали до революции. Как минимум у этих трех компаний есть следы Java разработки по мобайлу уже в начале-середине 2000-х годов. В чем мораль этой истории? Мораль очень проста. Для нас, для разработчиков, для дизайнеров, для IT-компаний, IT-стартапов, платформенный сдвиг — это время больших возможностей. И ранняя ставка на революционную платформу — это шанс добиться на ней выдающихся успехов. Даже если вы студент, даже если вы живете не в Кремниевой долине, даже если единственный фонд в радиусе 500 километров у вас — это фонд пенсионный, ранний старт — это шанс сорвать джекпот. Собственно, в этой простой истине и состоит та идея на миллиард, о которой я хотел сегодня с вами поделиться, но это, ребята, не самое интересное. Самое интересное то, что сейчас мы вновь живем на пороге очередного платформенного сдвига. Много сегодня на этой сцене уже про это говорилось. Те, кто интересуется техно-новостями, знают, что сейчас к нему ведет в том числе развитие технологий, дополненной и виртуальной реальности. Мы в лаборатории, в инвестфонде нашим очень активно следим за ситуацией. И могу вам, ребятки, сказать, что то, свидетелями чего мы были в 2004 году в мобайле, очень-очень напоминает то, что сегодня, в 2018-м, мы видим в VR. Я с удовольствием сегодня поделюсь нашими наблюдениями. В первой части мы поговорим о настоящем индустрии, кратко обозрим. Во второй части заглянем чуть в будущее, в том числе перечислим те моменты, на основании которых, собственно, рынок, эксперты, мы сами делаем прогнозы о скором начале революции. И в конце поговорим о том, чем мы, разработчики, дизайнеры, IT-компании, IT-стартапы, можем заниматься уже сейчас, для того, чтобы к началу революции быть во всеоружии и использовать ее по максимуму, либо для карьерного скачка, либо для того, чтобы начать карьеру по более крутой траектории, либо для того, чтобы собраться, организовать стартап и сделать что-нибудь миллиардное. Но прежде чем мы перейдем к настоящему, давайте немножко разберемся в терминологии. Дополненная реальность, виртуальная реальность, о чем мы вообще говорим? Для этого воспользуемся такой схемкой от Google. Здесь у нас в левой части спектра реальный мир, реальная реальность, есть и такой термин. Это тот случай, когда мы смотрим на окружающую нас действительность без применения каких-либо технических средств. С правой стороны спектра у нас реальность виртуальная. Это тот случай, когда мы, например, надеваем шлем виртуальной реальности, и то, что к нам поступает по зрительному, по слуховому, частично по сизательному каналу, начинает формироваться с помощью какого-либо программно-аппаратного комплекса. Посередине у нас реальность дополненная или смешанная. Это мой случай сейчас. С помощью очков дополненной реальности, или как недоброжелатели еще называют их, очка дополненной реальности, я могу разговаривать с вами, видеть вас одновременно, видеть то, что дальше мы будем говорить про еще один термин, про XR. Extended reality, расширенная реальность. Он активно сейчас тоже используется. По сути, он инкапсулирует все реальности, в которых какой-либо компонент подмешивает с computer generated. Мы сегодня для краткости иногда его тоже будем использовать. В принципе, вообще термин платформенного сдвига, очередного, делается с помощью него. Называется XR-революция, этот платформенный сдвиг. По-моему, очень символично то, что на 10-м секоне мы говорим про XR-революцию. Окей. В настоящий момент, в настоящее время у нас между индустриями дополненной виртуальной реальности есть достаточно четкая грань, поэтому рассмотрим их отдельно. Начнем, скажем, с реальности дополненной. Пойдем слева направо. Ребята, кто когда-нибудь занимался вот такой вот штукой? Примерял на себя маски каких-либо? Слушайте, ну не вредите, ну не вредите. Технически мы с вами первым видом дополненной реальности уже пользовались. Это так называемая mobile AR, мобильная дополненная реальность. Все, что для нее нужно, это смартфон. В нем хорошие сейчас камеры, хорошие экраны, хорошая графическая подсистема. И с помощью алгоритмов компьютерного видения мы в реальном времени можем деформировать какие-то объекты, в том числе сложные объекты, такое как человеческое лицо. Можем маппить окружающую среду, определять горизонтальные поверхности, вертикальные поверхности уже сейчас. Ставить на горизонтальные поверхности, например, 3D модели. Они там будут жить по законам физики. Мы можем ходить вокруг них. Все, что нужно для этого, смартфон средней мощности. Это значит, что порядка миллиарда людей уже могут пользоваться приложениями, приложениями этой категории. Используется мобильная дополненная реальность в играх. Используется в фантеке. Кстати, знаете, наверное, то, что практически все алгоритмы наложения масок и у Фейсбука, и у Снэпчата, это дело рук ребят с постсоветского пространства. Используется мобильная дополненная реальность в лайстайл-продуктах, в маркетинговых приложениях. Достаточно давно, причем уже в электронной коммерции. Относительно недавно. К несомненному плюсу мобильной дополненной реальности относится готовая уже аппаратная платформа. Миллиард, как минимум, устройств достаточных по мощности на рынке уже есть. Минусы. Минусы тоже есть. Не для всех кейсов можно эту технологию применить. Телефон нужно держать в руке, смотреть на маленький экранчик. Но на самом деле эта категория является самой денежной, самой массовой из всего, что мы сегодня будем в первой секции обсуждать. Следующий вид дополненной реальности – это дополненная реальность с применением так называемых heads-up дисплеев. Ну, приведем это для такого внутреннего термина сейчас как головной AR. Головная дополненная реальность – это назовем. Это опять же мой случай сейчас. Вы надеваете на голову очки, очко в лучшем случае. В худшем случае что-то вроде строительной каски или каски сварщика. И на определенный угол зрения начинают накладываться голограммы, которые в случае с мощными устройствами вы даже руками с помощью жестов можете манипулировать. Вот. HoloLens по-прежнему является самым массовым, если так можно назвать, самым популярным, по крайней мере, устройством из этой категории. Тем не менее, есть еще десятки производителей, которые выпускают устройства головной дополненной реальности. Всего на рынке сейчас порядка 100 тысяч устройств, возможно, даже меньше по разным оценкам. Проблемы у головной дополненной реальности, конечно же, есть. Оптическую подсистему еще нужно будет сделать для того, чтобы она не ломала глаз и не взрывала мозг. Емкость батарейки. Закон Мура некоторое время придется еще поработать на это. Но, тем не менее, устройства головной дополненной реальности все шире используются, например, в медицине, в образовании, в автомобиле, в строении, в строительстве, в логистике. Очень активно эти устройства используют, в частности, Google Glass рапортует о 25% повышении процентной эффективности. Используется в эксплуатации промышленных объектов, так называемая телепортация экспертизы. Если кратенько про дополненную реальность говорить, то вот такие сейчас две у нас категории. Давайте перейдем сразу к реальности виртуальной. Здесь все похоже. Здесь все похоже. Первая категория, самая массовая и самая доступная, это вновь категория, связанная с тем устройством, которое находится в кармане практически каждого от нас. Это мобильная виртуальная реальность. С помощью футляра, в котором есть линзы, ремни, чтобы повесить его на телефон, туда вставляется смартфон. С помощью гироскопа, в нем акселерометра, приложения могут отслеживать изменения поворота головы, соответственно, реагировать на это. Навигация осуществляется с помощью взгляда, направления взгляда или более продвинутых моделей с помощью специального джойстика. По миру такие шлемы разошлись сейчас в количестве порядка 20 миллионов. Лидерство и по цифрам, и по качеству по-прежнему удерживает Gear VR от Samsung. Как некая стартовая точка для погружения в виртуальную реальность, такие полуфабрикатные шлемы вполне подходят. Люди играют в них в игры, в том числе в Minecraft. Люди катаются на американских горках, люди учатся, люди смотрят 360 видео, если вы понимаете, о чем я. Но назвать эту виртуальную реальность полноценной язык все-таки не поворачивается. Как Смактуновский говорил, не верю. А следующая категория проводной Tethered VR, вот ее назвать полноценной виртуальной реальностью уже вполне можно. Здесь все более запутано и в прямом, и в переносном смысле. Есть шлем с уже встроенной туда матрицей. Этот шлем по проводу подсоединяется к мощному компьютеру или к игровой приставке. Контроллеры в руках, слава богу, без проводов. Внешние датчики, которые трекают движение шлема и контроллеров. Вот такие основные у нас сейчас устройства на рынке. Двигаться в проводной виртуальной реальности уже можно свободно. Шесть степеней свободы. Все это недешево, конечно же, поэтому цифры здесь гораздо скромнее, чем у первой категории виртуальной реальности, которую мы рассматривали. Но можно говорить о том, что используется, по крайней мере в домашних условиях, проводная дополненная реальность сейчас шире. Игры там более зрелищные, более захватывающие. Видео 360 можно не только смотреть, но и участвовать в нем. Появились виртуальные, целые виртуальные мультивселенные. Do you know the way? Knuckles, Uganda, все знают. Очень активно проводная виртуальная реальность используется в 3D моделировании, причем как профессионалами, так и любителями. Буквально недавно была история, когда создали мультфильм, который обычными средствами бы создавался в течение года с помощью средств проводного VR. Он был создан за 3 недели. В образовании также используется RGD. Наш уже 2 года обучает машинистов, специалистов путей с помощью виртуальной реальности. И отдельная категория это так называемый location-based VR, VR-парки. Про них сегодня подробно расскажет Александр, не пропустите. Проблемы. Проблемы у виртуальной реальности тоже есть. У мобильной виртуальной реальности это, как мы говорили, неполноценность. У проводной это стоимость. Есть общая проблема. Тоже многие, наверное, про нее слышали. Тошнит. Тошнит меньше уже, гораздо меньше, чем 2 года назад. Но как и от органической виртуальной реальности, которую на автопате сегодня будем пробовать, и здесь тоже тошнит. По крайней мере, если слишком много этим пользоваться. Решить эти проблемы теоретически может еще одна категория устройств, оборудования виртуальной реальности, которые были анонсированы либо в конце прошлого года, либо в начале этого года практически всеми компаниями, которые участвуют в гонке. Это стендалон, автономный VR. Здесь уже не нужны никакие смартфоны, не нужны никакие компьютеры, никакие провода. Все встроено, в том числе система inside-out трекинга. На вайфокус можно ее увидеть. Все встроено внутрь. Больше всего, конечно, рынок ждет появления Oculus Santa Cruz, у которого должно быть 6 степеней свободы, как у шлема, так и у контроллеров. Сейчас на рынке доступен только вайфокус, причем на рынке доступен он только китайском. В России, я думаю, 10-15 таких шлемов, в том числе сегодня насекон на стенде можно будет одним из первых в мире попробовать, что такое автономная виртуальная реальность. Окей, по-настоящему мы прошли. Видим то, что рынок есть, проблемы у этого рынка объективно тоже есть, революционного устройства пока нет. Почему же, несмотря на это, мы говорим о том, что революция близко? Во-первых, количество и вес компаний, которые участвуют в гонке. Все эти гиганты, Apple, Microsoft, Google, Facebook, HTC, Sony, любого назвать, в гонке участвуют. Сотни компаний второго эшелона, сотни стартапов, которые делают компонентную базу, например, такой ультразвуковой датчик размером 3 мм для трекинга жестов. Белорусичи ребята делают костюм виртуальной реальности, который сможет не только трекать, не только делать motion capture, но и давать фидбэк, то бишь прикосновение даже можно будет чувствовать, если вы опять же понимаете, о чем я. Компанию Vario финскую, возможно, тоже про нее слышали, уже на выставках, на специализированных выставках она показывает свой шлем виртуальной реальности, разрешение которого практически равно человеческому глазу, 70 мегапикселей. Все как 14 лет назад. Огромное количество игроков, огромная фрагментация, огромные инвестиции каждый год. Лучшие инженеры мира стремятся первыми представить устройство, революционное устройство, достичь iPhone-момента, так называемый есть еще термин. Кто это будет, какая компания? На самом деле, Apple вновь не против здесь предыдущие успехи в платформенных сдвигах повторить. Яркит, который компания запустила в прошлом году, в этом активно обновляет, поддерживает. 32 патента, связанных с по большей части заполненной реальностью, но есть и с виртуальной реальностью связанные. Половина, больше половины из них было зарегистрировано, подано в последние два года. Покупка четырех XR-компаний. Bloomberg в прошлом году опубликовал отчет о том, что компания уже давно занимается разработкой операционной системы для такого устройства, ROS, Reality Operations System. Не позже, опять же, по информации Bloomberg, не позже 2020 года должно быть представлено это устройство. И если вы посмотрите, три дня назад они разослали приглашение на очередной в ВВДЦ конференцию разработчиков. Если вы посмотрите на его дизайн, то что-то, какая-то центральная тема будет вновь связана с трехмерными интерфейсами. Поэтому, кто знает, может быть, и раньше, чем 2020 год это будет. Особенно с учетом того, что Apple знает про еще одну компанию, тоже, наверное, про нее слышали, Magic Leap. Стартап, который, тем не менее, набрал уже 2,5 миллиарда инвестиций, не выпустив пока устройства. В этом году компания обещает начать поставки устройств для нас, для разработчиков. Пока доступен только рендер, нет жесткой спецификации, нет информации о цене. По рендеру мы можем сказать, то, что это будет дополнительно будет к очкам внешней устройства, в котором будет батарейка и вычисление, в котором будут производиться, будет контроллер. 8 камер на рендере можно насчитать внешних, скорее всего, будут еще и внутренние камеры для айтрекинга. Компания обещает то, что носить такую штуку можно будет в течение долгого дня, без бумажного пакета. Принципиально иную оптику, они там говорят, цветовой пучок напрямую на сетчатку глаза должен в них проецироваться. Многие, тем не менее, злые языки, опять же, называют Magic Leap мошенниками, которые облапошивают инвесторов. Но с учетом того, что среди инвесторов есть и Google, и крупнейшие инвестиционные фонды, и Qualcomm, и Alibaba, есть ненулевая вероятность того, что iPhone Moment мы достигнем уже с вами в этом году. Давайте в качестве небольшого перерыва посмотрим концепт, который компания несколько лет назад представила. По нему можно судить о том, как наше взаимодействие с правым миром возможно будет выглядеть в ближайшем будущем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Разработчиков без дизайнеров в любом случае им не справиться. Мы те люди, которые будем наполнять эту оптику, эти железяки смыслом. Давайте теперь поговорим о самом важном. О том, чем мы, дизайнеры, разработчики, IT-компании, IT-стартапы, можем заниматься уже сейчас для того, чтобы быть готовым. Действовать здесь можно на трех уровнях. Первый уровень, собственно, понятно наблюдать. В популярные тексты ресурсы просачивается, конечно же, информация и о достижениях научно-технического прогресса в VR-яре, но не всегда самое важное просачивается, не всегда оперативно, поэтому наблюдать как минимум за одним специализированным средством массовой информации стоит. Вот личный мой совет, это специализированная рассылка от insight.com. 95% туда попадает оперативно. Второй уровень пробовать на себе. Здесь все как с иностранными языками. Если хочешь быстро говорить, нужно, собственно, погружаться в среду. Использовать все возможности для того, чтобы смотреть, как это непосредственно работает. У каждого есть в кармане устройство, на котором мобильный VR, мобильный VR-приложение можно смотреть. Как правило, они бесплатные, эти приложения. Сегодняшний стенд, ребята отличный стенд подготовили. Там и проводной, и мобильный, и стенд-алон VR, HoloLens на стенде тоже есть, можно попробовать. И третий уровень, самый важный, делать. Рынок небольшой пока, но он есть с помощью, опять же, смартфона, который есть у вас в кармане, с помощью кардборда за 500 рублей или бесплатно сегодня можно в творческой секции собрать своими руками кардборд. С помощью Unity, самая логичная входная точка в мир приложений, разработки приложений для дополненной виртуальной реальности. Можно делать простые VR-игры, VR-приложения. Кстати, про одну из таких игр сегодня тоже Антон будет делать доклад. И те навыки, те знания, то мышление, которое вы приобретете вот на этом пути, оно будет релевантно и на десятках других платформах. Добавляйте к Unity, ARKit и ARCore, кстати, про него тоже сегодня будет Влад делать подробный доклад. Добавляйте ARKit и ARCore в эфорию, вот вы уже занимаетесь разработкой приложений для мобильной дополненной реальности. Кстати, несмотря на то, что большую часть работы низкоуровня из-за вас будут делать в библиотеке, скорее всего с такими терминами, как матрица трансформации, лайтмэпы, вам в любом случае придется столкнуться. Поэтому если вы еще студент, если курс компьютерной графики у вас только впереди, лучше слушайте его внимательно и курсовую делайте сами, не так, как я в свое время. Совет дизайнерам. Совет дизайнерам тоже трехмерная графика. Если вы по большей части сейчас занимаетесь разработкой двухмерных компонентов, они, конечно же, останутся и в этом мире, но трехмерных интерфейсов, даже если вы не собираетесь в геймдев или заниматься дизайном интерьера, от трехмерных интерфейсов в ближайшие годы вам, скорее всего, не уйти. Поэтому стоит начать сейчас. Кстати, на практике вещи, которые вы делаете, можно вот в таких средах без знания программирования пробовать. И у Facebook, и у Snapchat, и у ВК есть студии. Если говорить о том случае, когда цель стоит не просто поковырять технологии, разобраться с технологиями, если цель стоит уже сейчас делать продукты, зарабатывать деньги, здесь рецепт универсальный. Нужно находить ту проблему, которая сейчас традиционными цифровыми двумерными интерфейсами, двумерными устройствами не решается, либо решается хуже, и, собственно, эту проблему решать с помощью тех аппаратных средств, которые на данный момент есть. Одна из проблем, которая будет актуальна и в предреволюционное время, и в первое время революционное время, это Fantec-приложение. Помните, наверное, 2008-2009 год, рынок мобильных приложений, всякие кружки с пивом, которые выпивают. Это, собственно, проблема. Как объяснить родным и близким, нафига я эту дорогую штуку купил. Здесь, скорее всего, будет то же самое, поэтому Fantec – это хорошая входная точка в новую платформу на этапе платформенного сдвига. Вдохновляться можно таким кейсом предыдущей революции. Компания Smule сделала дудочку в 2008 или 2009 году, тогда она разошлась миллионным тиражом, и в последующие годы вокруг нее компания построила миллиардную империю музыкальных мобильных приложений. Двигаясь по этим трем направлениям, вы, как минимум, к началу революции будете обладать дефицитными на тот момент знаниями и навыками, а как максимум обнаружите себя в составе какой-то XR-команды, делающей что-нибудь миллиардное. Кстати, одна из проблем, которые сейчас, по крайней мере, есть у XR-команд, это доступ к оборудованию. Оно как минимум дорогое, как максимум не всегда его можно достать. Для пензенских стартапов у нас есть идеи, как частично эту проблему решить. Мы в ближайшее время планируем открыть стартап-коворкинг с доступом в нашу лабораторию. Поэтому, если у вас есть задумка XR-стартапа или не XR-стартапа, напишите, в конце будет мой e-mail. Когда будут детали, мы с вами свяжемся. Поговорили про настоящее, про будущее, про рецепты. Еще есть одна важная информация. На стенде у нас сегодня будет разыгрываться Oculus, Rift. Все, что нужно для того, чтобы участвовать в розыгрыше, придумать и зафиксировать идею XR-сервиса или XR-приложения. Рандом выберет счастливого обладателя Oculus, а с авторами проработанных таких фундаментальных идей, по которым видно, что человек хочет ее реализовать, свяжутся представители функубатора. Мы активно инвестируем в XR-стартапы. Свяжутся и побеседуют на тему того, чем мы можем помочь для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Еще раз идея на миллиард. Начать пилить XR уже сейчас. Под занавес вот такой статистикой хотел с вами еще поделиться. Это то время, которое потребовалось на основной этап предыдущих платформенных сдвигов. 12,5 лет, 7 лет, 3 года. Есть вероятность, что очередной переворот пройдет еще быстрее. Это будет забег на короткую дистанцию, спринт. Помните, как стартуют спринтеры, чтобы выстрелить? Помните, что у них под ногами? Как называется? Правильно, колодки. Вот колодки уже пора, ребятки, нам с вами начинать делать. Спасибо. Спасибо.